всем привет дорогие друзья мы возвращаемся в магазин антропологи перешли через тот самый мостик который вам показывал в прошлом видео который ведет примерочным и собственно говоря сейчас буду вам показывать свои примерки кстати по дороге тут я нашла какую-то обувь которая у них выставлена как-то так стыдливо в уголке не знаю почему они как-то не выставляют ее в зале ну по-любому ничего интересного я для себя там не нашла всем привет из магазина антропологи по которому мы до этого ходили а сейчас мы зашли примерочные будем примерять примерки делать примерки судьи я говорю сама не знаю что здесь так темно но я надеюсь видите здесь лампочка одна горит остальные не горят но я надеюсь что вы увидите меня там крыш такая в общем крыш то нету собственно говорю они потолка нету есть только крыши такой на улице идет дождь слышно как хочет по крыше я прямо не знаю слышно ли меня слышно гроб от дождя так значит мой аутфит сегодня мы частично видели когда примером там шляпы это платье у меня в которой я очень часто люблю за счет того что ну что в нем не любить она свободная наша рука на длинную стопроцентный хлопок здесь на что мне длинные рукава и так на самом деле подобрала а так вот они вот такие то есть если очень жарко то в нем очень жарко вот сегодня у нас не очень жарко у нас дождь льет сейчас выйти из этого магазина я не знаю меняет зодика бусы кораллы вот такие вот разные две нитки у меня такая такая в общем как зубы зубы акулы какие-то прекрасные на самом деле это кораллы и красные шлёпанцы красную сумочку плетеная вот я значит что я взяла конечно я взяла вот это платье бесподобное платье с вышивкой мне очень-очень хотелось его примерить я не знаю смотрели ли вы его магазине но знаете они пришли как просто вот а вот здесь вот есть такие петли чтобы шлейки поставлять наверное шлейки прилагаются к нему ну посмотрим в общем взяла и размер смол потому что есть экстраслон смола экстралорчи а потом экстралорчи меня свалится насквозь то это на 250 долларов а знаете вот я уже объясняла что здесь цены в американских долларах в канадске вот 250 американских 280 канадских и вы видите теперь какая разница между канадским долларом и американским вот это вот у него спинка ну что он сказать не дешевая конечно но такая вышивка потрясающе невозможно невозможно оторвать глаз почему-то тяжелое сейчас посмотрю состав она там с подкладкой девочки одной рукой очень удобно у него здесь подкладка я сейчас посмотрю состав я как всегда забыла свои очки попробую разглядеть без очков но это конечно платье вот вышивка снова вышивка нет конечно на в отпуск на курорт хотя сейчас посмотрим если чем-то его сверху прикрыть это вполне нужно наверное не вот сейчас посмотрим состав вымерить первым делом мерить так значит платье стопроцентный кантон и подкладка стопроцентным надо и вышивка стопроцентный полиэстер но вышивка из полиэстера ну как он на платье до хороший состав неплохой давайте примерим его мне прям не терпится это смог здесь в принципе нормально это же медиум с меня в исполнении это конечно на поплате матрешки на курорт только на курорт только посмотрите какая вышивка шикарная у него кстати карманы есть какая красота это просто уму непостижимо тоже такой народ на руссконародное платье наверно в этом данном случае не руссконародная даже не знаю какой народности вас видеть как бы красиво это вышивка везде беру свои толстые руки даже на спине я даже не знаю как вам показать там мои шлейки там мои шлейки я их упустила чтобы они не видны были ну в общем красота неимоверная девочки хотя конечно такой очень своеобразная такой главный начальник матреха но это такой стиль за эту вышивку и можно бросить все и за цвет бесподобный шикарно у нас же озерную осу поэтому я внесла вот такую вязаную кофту у меня есть чем ее надеть у меня тут есть как раз цвет к ней я подобрала несколько вещей она тоже с карманами просто вам показываю что если на это платье надеть сверху что-то то оно предстоит быть курортным кофта очень интересная сейчас я вам ее сниму покажу как она выглядит вот опять же вот из этих вот самовязаных из разряда вот таких которые вязаны бабушкой как будто бы самовязаные здесь такие карманы сейчас посмотрим карманчики такие смешные знаете как точно вот как будто бы вся такая самодельная даже вот эти карманы как-то так пришиты ну в общем это стиль такой что как будто бы все сделано своими руками так хотела показать эту кофту видите она такая как будто бы сделана самодельная и вот такие вот стежки интересные все как бы вот сзади у нее такое вышло солнышко ну она точно как будто знаете связано связано с собственными руками такой хендмейд размер медиум стоит у нас 190 наших канадских 170 американских сейчас посмотрим состав да карманы такие интересно правда так давайте посмотрим состав сейчас я со слепой буду разглядывать хорошо как через телефон лучше видно если я не смогу прочитать значит 50 процентов акрил 2 процента полиэстер или сколько девочки простите я не вижу 12 и 30 что-то с чем-то катон ну немножко катона так в основном акрил и полиэстер ну прикольно такая вещь пуговицы деревянные такие смешная кофта приятного нет ну 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 следующие вещи две я вам померю я принесла этот свитер конечно не могла удержаться свет раздел в свитер зеброй или как говорит одна маленькая девочка в нашей семье зиба так вот свитер с зибой купила меня в нем то, что он стопроцентный кашемир, я видела это в магазине еще, когда снимала взяла размер М и стоит он 180 канадских долларов 160 американских что для стопроцентного кашемира вообще-то не очень дорого, я бы сказала и он очень интересный, согласитесь, что эта вот зебра, она очень придает ему такой оригинальности, необычности ну может не все это любят, не всем это нравится но в принципе, мне кажется, это прикольно так, состав стопроцентный кашемир, я все-таки все-таки не ошиблась ну что ж, неплохо юбка, которая, мне кажется, очень подходит к нему по цвету такой получается немножко монохром, ну как бы такой горчичный, юбка тоже горчичная она другого цвета я взяла размер смол потому что мне кажется, что здесь вещи как-то немножко большемерятся, потому что вот это платье, например смола, оно мне было совсем вполне себе хорошо значит, юбка стоит 140 наших 120 американских сейчас проверим ее состав она сделана вот из такого знаете, летящего такого как, литышин, типа немножко жалкий я думаю, что это полиэстер, конечно давайте посмотрим юбка классная, но состав я и не нашла девочки, я обыскала все-все-все швы, не нашла никакой этикетки которая бы мне показала, что в ней сделан какой состав, но я думаю, что это полиэстер, она классная потому что она очень широкая, в ней очень много тканей, вот прям солнце клюш есть карманы она на резинке сверху это смола, в принципе, мне как раз то есть, видите, у них как-то немножко размеры размеры немножко большим я бы сказала, потому что видите, свитер медиум, но в принципе это нормально, потому что он как бы немножко должен быть такой оверсайз, но он не очень такой маленький то есть, вполне такой хорош такой медиум знаете, но прикольный мне так нравится эта зебра, серьезно учитывая, что это 100% кашемир вы знаете, что я вам хочу сказать? что кашемировые свитера обычно такие скучные они обычно никакие вот кашемировый свитер обычно просто кашемировый свитер однотонный, без всяких отделок без ничего ну так я, во всяком случае, встречала кашемировые свитера, которые встречались на моем пути как бы они самодостаточны тем, что они уже кашемировые поэтому а этот вот, знаете, вот такой сейчас поближе покажу сейчас цвет плохой, я извиняюсь здесь очень плохо видно ну да класс такая зебра здесь какие-то дырочки что-то прошито в общем, горло такое класс, класс, прикольно мне очень нравится прямо очень нравится поскольку все-таки осень на носу мы пытаемся как-то утепляться вот эта кофта, кстати, подходит очень по цвету видите, вот эта желтая здесь горчичный, желтый с юбкой очень хороший комплект кстати получился такой с секретом вот вроде такой однотонный свитер хоп тут зебра ну, мне нравится вот это вот все вместе я бы, конечно, на кофту еще надела бы какой-нибудь широкий пояс такой солдатский к этому подошла шляпа ботинки высокие грубые сапоги что-то такое конечно, вот я сейчас в летних в летних шлепанцах это не совсем в тему, но у нас просто жарко, действительно вот ну, вот так вот вот такой, знаете, уютный осенний образ на на холодную в общем-то уже осень потому что свитер кашемировый и кофта сверху вот и если подадить высокие сапоги чтобы не поддувало под юбку то колготки плотные то вполне можно сойти за хороший такой хороший такой образ на на уже довольно прохладную осень что еще я принесла я принесла вот это платье мне понравился оно совершеннолетнее оно очень тонкое но мне понравился эта расцветка с тиграми тут у нас зевра в общем, короче сегодня у нас зоопарк оно стоит размер медиум стоит оно 120 наших 110 американских оно не очень дорогое оно такое длинное с валаном внизу летнее совершеннолетнее такой рукавчик сейчас посмотрим состав здесь такая вот собрана вот такую резинку давайте посмотрим состав да тут даже телефон бессилен я без очков абсолютно не вижу девочки если вы видите читайте есть ли здесь вообще состав keep away from fire значит его нужно не подносить близко к огню интересно чего же такого оно сделано вот здесь по-моему что-то есть какой-то сто процентов ах телефон не видит мотал да или мне кажется ну в общем заявление о том что его надо держать подальше от огня немножко меня смущает вот а что такое с ним остерегаться огня в этом платье интересно очень симпатичное очень летнее платье немножко не мой фасон потому что с моим фигурой так скажем да оно делает меня немножко толстой немножко толстит меня не немножко а хорошо толстой ну вы знаете что я вам скажу в жизни оно не выглядит так плохо оно выглядит вполне себе неплохо на мне а на видео как всегда и свет такой и на видео оно как бы немножко добавляет килограмм пять десять двадцать двадцать я даже не знаю сколько ну в общем тоже карманы у него вот крылышки такие симпатичные сборочка как симпатичное платье не совсем может быть для меня но мне уже понравилась расцветка согласитесь оригинально вещи все таки длинные они должны быть такие это я маломер такой просто мне вышло для этого магазина ну вот видите все платья вот кроме этой юбки юбка вот это была такая нормальная длина вот это платье тоже было до пола знаете с чем я хочу померить я хочу померить с этим свитером с зеброй мне очень интересно как это будет выглядеть вместе на предмет того что сделаем из этого платья юбку давайте попробуем ну как ну как вам зоопарк тигры с зебрами ну прикольно вы знаете ну по цвету очень и очень хорошо сочетается на мой взгляд по фасону не очень потому что опять же вот эта пышная юбка она такая меня немножко полнит если я этот свитер вот так вот опускаю ну получается как-то бесформенно очень никакой никакой формы но если его так немножечко под задрать может быть какой-то надеть здесь пояс и поднять приподнять его то неплохо в полне а главное что тематически очень сочетается как смешно здесь зебра а здесь такие ножки вот правда мне очень нравится этот свитер серьезный детский но вполне такой симпатичный и тигры смешно конечно же не удержалась примерила это платье с этой кофты кстати тоже подбиралась как-то по цветам немножко совпадала ну такая крестьянская деревенская девушка ковбойша такая ковбойша в тиграх и в вязаной кофте бумажной ну это не все любят такой стиль но он имеет место быть потому что стиль боха очень популярен и очень роскошь особенно здесь у нас у нас очень популярный стиль потому что это такой немножко такой знаете кантри стайл ковбойский стайл такой знаете как будто бы такой национально-канадская одежда вот стиль бохо это действительно даже такой бохо смесь с кантри с деревенским таким стилем ну и вот это прямо такая деревня-деревня прямо вот резиновые сапоги и в поля чух-чух картошка собирается в самый раз и это прикольно на самом деле я люблю такие вещи какую-нибудь сумку давайте я свою красную сумку тут присобачу ой я не знаю она подходит к этому по всему в принципе там висела такая сумка круглая которую можно было со всей этой одеждой примерять но я уже не взяла из себя в примерочном смешно вы знаете я хочу сказать что на удивление в этот раз никто из продавцов не приставал ко мне надо мне не надо никто не стучался не спрашивал что я тут долго делала в прошлый раз вот я здесь снимала в этом магазине у меня есть видео где-то может быть год назад или больше я снимала в этом магазине так там продавщица мне просто жить не давала она все время ко мне молотилась и спрашивала не нужно ли мне поменять размер не хочу ли я что-то еще в общем а в этот раз тихо музыка здесь не слышна в зале очень громкая поэтому я наложила озвучку а здесь музыка тихонечко такая и никто из продавцов не лезет не пристает и можно спокойно спокойно мерить не чувствовать что ты вроде как занимаешь что-то место примерно дорогие мои зрители вот такой магазин вот такие примерки надеюсь что вам понравилось было интересно на улице лед ливень мне сейчас надо бежать машина у меня нет зонтика не плаща ничего я промокну насквозь ну на какие жертвы не пойдешь ради съемки в интересном магазине а что я хочу сказать я хочу сказать что как-то все уже снимают осень осень примерки осенних вещей я тоже стараюсь но если честно магазин сейчас очень мало в основном все еще летние очень мало вот это единственный магазин в котором я пожалуй нашла вот какие-то кофты свитер вы видели там в зале я снимала там тоже есть какие-то кофты осенние я зашла где не клоу пару дней назад там вообще там два свитера все остальное какие-то еще все летние летние вещи в общем-то вообще очень мало вещей Как-то они не завезли еще Две дня спродали, а осенние не довезли Я надеюсь, я зайду через пару дней Еще мне интересно, что новенького в День Флор Будет на осенний сезон А на сегодня все, девочки С вами прощаюсь, надеюсь, что вам понравилось Было интересно, подписывайтесь, ставьте лайки Очень вам всем рада, очень рада Новым подписчикам, благодарна вам за комментарии За ваши отзывы За критику За похвалы, за все благодарны За ваши лайки и дизлайки Все, люблю, целую С вами была ваша Дита, увидимся в следующем видео Пока-пока-бай